Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Прямой эфир». С вами Ирина Кузина. И сегодня у нас в студии арт-директор киноконцертного зала «Панорама» на Смоленском, 29, Светлана Шепет. Светлана Анатольевна, я очень рада, что вы пришли к нам в студию поговорить с нами на самую интересную тему, связанную с культурой. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Большое спасибо вам за приглашение. Всегда с удовольствием прихожу к вам в студию почувствовать вот эту приятную творческую атмосферу. Спасибо. Светлана Анатольевна, принято считать, что всё, что происходит в культуре, это прямое отражение всех процессов, которые есть в обществе. Чего хотят видеть зрители на сцене киноконцертного зала «Панорама» на Смоленском, 29? К чему сейчас больше всего тянется их душа? Ирина, хороший вопрос. Я, надо сказать, с удовольствием отмечаю в последнее время, что люди тянутся к чему-то светлому, доброму, тянутся к качественной музыке, тянутся к качественной литературе. И киноконцертный зал «Панорама» предоставляет возможность людям услышать в стенах киноконцертного зала качественную, хорошую музыку, увидеть качественные, хорошие работы театральные и так далее. Но бывало раньше, что нам предлагали тех артистов, тех исполнителей, которых везли, а сегодня у нас есть выбор, грубо говоря, мы своим рублём голосуем за ту или иную премьеру. Исходя из этого, скорее всего, и строится программа в киноконцертном зале «Панорама». Вы со мной согласны или есть у вас другая позиция? Да, безусловно, я согласна. Но есть ещё много граней у решения этого вопроса. Есть всё-таки отношение зрителя, нашего зрителя, который уже, надо сказать, сформировался у киноконцертного зала «Панорама». Мы постоянно проводим так называемое тестирование, разговариваем, общаемся с нашим зрителем для того, чтобы понять и услышать, что он хочет видеть и кого он хочет слышать на нашей сцене. А вот можете сейчас описать современного зрителя, кто это, мужчина или женщина, какая профессия, возраст? Ну, в основном, конечно, женщины. Хотя надо отметить, что бывает ряд концертов, и как, может быть, это приятно мне отметить, концерты классической музыки, где я вижу достаточно большое количество мужчин. Что касается направления, то в основном, конечно, это интеллигенция. Ну и киноконцертный зал «Панорама» предлагает программу, которая, в общем, достаточно для высокого интеллектуального уровня. И я с удовольствием, опять же, отмечаю, что таких зрителей в Твери и слушателей, и ценителей много и очень много. Но в основном, конечно, мы понимаем, что ходят женщины среднего возраста. Это самый любимый наш зритель, самый благодарный, не только наши, я хочу сказать, и вообще в России, и в Европе, и далеко за пределами, так сказать, перечисленных субъектов. Для них только вы организовывали, разрабатывали систему абонементов? Или в том числе и для молодого поколения, может быть, для школьников? И в конце концов, в чем они могут быть выгодны? Конечно, абонементы разрабатываются в надежде на то, что они охватят всю возрастную категорию. И мне очень хочется, чтобы абонементы полюбила студенческая аудитория. В последнее время я стала отмечать, что они сами заинтересовались, они стали слушать эту музыку. Это музыка классика, классическая, легкая классика. Ну и бывают, так сказать, философские произведения, над которыми можно задуматься. Поэтому очень рада, что стало больше молодых лиц на наших концертах. Так все-таки чем выгодны абонементы? Выгодны тем, что человек может спланировать свое время на перспективу. Абонементы приобретаются на целый сезон. Ну и финансово, конечно, выгодно, когда приобретается целый абонемент. Он, безусловно, дешевле стоит, нежели мы предлагаем уже покупать билеты на концерты разово. Они распространяются в киноконцертном зале «Панорама» или можно каким-то еще другим способом заказать их? Абонементы, как правило, когда открывается продажа, а открывается продажа она в апреле месяце. Вот уже апрель, мне кажется. На носу время быстро бежит, правда. Да, не сгораем, поэтому пользуясь случаем, посещайте сайт panoramadefestver.ru и следите за открытием нового концертного сезона и за возможностью приобрести новые абонементы на новый концертный сезон. Светлана Анатольевна, все-таки я считаю, что самая сложная аудитория – это детская. Их сегодня сложно чем-либо удивить. И в этой связи хочется задать вопрос, чем можно их заинтересовать, какие попытки делаете для того, чтобы их привести в киноконцертный зал «Панорама» и показать лучшие произведения, какие только есть в современности. Это тоже абонементы. И вот первый абонемент, который у нас был, его делал Московский камерный оркестр, Московская камерата. Называлась эта программа «Кругосветное путешествие с оркестром». Мы, конечно, с преподавателями с большой настороженностью думали, как воспримут эту программу дети, и восприняли, надо сказать, по-разному. Если пропорционально, то, наверное, половина детей, вот я просто видела и понимала это, что им это очень интересно. Им это очень интересно, и они с удовольствием смотрели эту программу. Но надо отметить, что есть дети, которые не совсем пока готовы к таким произведениям, к таким программам. Но надо сказать, что абонемент тем и хорош, что следующее посещение будет очень легким и доступным. Это будет мюзикл Московского театра, это будет очень красивое произведение, это будет очень известное музыкальное произведение. Поэтому методы и приемы мы используем совершенно разные для того, чтобы привлечь молодое поколение, юное поколение, я бы так сказала, и уже воспитывать его на хорошей музыке, на хороших произведениях. Вот что касается материала исполнителей звезд. Известно, что в киноконцертный зал «Панорама» на Смоленском 29 приезжают российские звезды, которые покоряют и мировую сцену. То есть для нас уже это как вроде бы привычка, да? Но в прошлом году вы говорили о том, что необходимо продвигать звезды тверских, а это более сложный процесс, требующий немало времени и усилий. Вот что в этом направлении удалось сделать? Ну, надо сказать, достаточно большую часть концертов проводим с участием тверских, юных звезд и участников проекта «Голос» в частности. Вот, да, я хочу сказать, что 2019 год, унося с собой целое десятилетие, безусловно, подвел определенную черту и в работе киноконцертного зала «Панорама». Было много интересных открытий, ведь у нас в зале не только классическая музыка, у нас были интересные открытия, что касается вот в направлении рок-н-ролла. У нас был Денис Мужуков, то есть это рок-н-ролльщик мирового уровня. У нас была Алена Свиридова, очень интересная, безумно интересная творческая программа. У нас был Олег Газманов. Вот это просто, как бы сказать, имена, которые заражали зрителей с самой первой ноты, заряжали положительными эмоциями и хорошим настроением. Много было очень интересного даже уже вот за эту коротенькую часть сезона 2019-2020 год. Чаще всего, конечно, в концертах принимают участие тверские инструменталисты. Очень успешно это делают, очень успешно. Ну и вокалисты тоже участники проекта «Голос» московского проекта, выступают с оркестрами, которые приезжают из Москвы. И достаточно успешно и очень тепло всегда своих тверичей принимает публика, особенно детей. Мне повезло, я была на двух концертах, видела Алену Свиридову и, конечно, была в восторге от выступления Олега Газманова. Если я раньше не была, как бы вот в числе поклонниц, то теперь этот певец занял в моем сердце свое место. И мне, если бы хотелось бы, то только пойти именно на такого уровня концерты. Вот в ближайшее время каких звезд зовете? Кого можно будет увидеть? Работа ведется в разном направлении. И в классическом, и в эстрадном, и в рок-музыке. Февраль у нас наполнен очень интересными программами. Вот уже в начале февраля, 12 числа, на сцене киноконцертного зала при поддержке компании «Ямаха» выступит пианист мирового уровня Борис Вадимович Березовский. Мы понимаем, что это глыба, это музыкант высочайшего уровня профессионального, культурного. Это безумно интересный человек. И поэтому, вот удивительно, Ирина, мы его не видим. Он не мелькает на экранах телевидения, он не ведет свою страничку в Фейсбуке. Но как только появляется афиша на концертном зале, что будет концерт Березовского, то спрос просто колоссальный. 14 февраля у нас снова встреча. И для многих тверичей, я уже понимаю, что это долгожданная встреча с Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации. На этот раз у нас будет эстрадно-симфонический состав. Программа называется очень красиво. По волнам нашей памяти будет посвящена эта программа «Дню всех влюбленных», поскольку она будет 14 февраля. И я уверена, что в зале, опять же, будут молодые лица. Я очень на это надеюсь. И ближе к концу февраля, 21 февраля, у нас будет замечательный совершенно коллектив под названием «Столичный джаз». Руководитель этого коллектива – известнейший джазовый музыкант Федор Лишкевич. Особенность этого коллектива заключается в том, что это своеобразный джазовый музей, который можно посетить, только побывав на этом концерте. Очень интересные программы. Опять же, ведутся переговоры, уже определяются даже даты. Снова ждем театр Винокура. В нашем зале уже был в прошлом сезоне, если вы помните, было выступление этого театра. Женщины были в восторге. Да, действительно. Аудитория женская – это точно его аудитория. Талантливейший коллектив и молодые солисты этого театра, безусловно, очень талантливые пародисты. Достойны все внимания, каждый солист прямо. 21 марта будет у нас выступление легендарной рок-группы «Цветы» под руководством Стаса Намина. В марте у нас будет, уже я думаю, что для молодой аудитории это будет приятно, концерты Дениса Клявера. Ведутся переговоры. Сейчас определяется дата о выступлении Игоря Михайловича Бутмана с Биг Беном на нашей сцене. То есть, половина вторая сезона обещает быть насыщенной. Заходите на сайт panoramadefistver.ru, звоните по телефону 300-033. Мы всегда рады видеть вас. То есть, нужно ловить момент, обязательно следить за программой киноконцертного зала «Панорама», потому что, скорее всего, билеты на этих артистов будут уходить моментально. Ну, я думаю, что когда-нибудь мы к этому придем. Потому что вот пригласила Дениса Мужукова, это вот известнейший в мире рок-н-ролльщик. Я, потому что, как ни приду в Дом музыки, вот две недели, три недели остается до концерта, а на афише уже стоит печать, билетов нет. То есть, мы понимаем, да, это уровень высочайший. И надо сказать, что у нас-то билеты от 300 рублей стоимость. И на Дениса в том числе. И на Березовского в том числе. Ну, это приятный бонус. Да, ну и на всех, и на Винокура тоже, и по 400, и по 500. Вот, правда, они быстро заканчиваются, поэтому, если вот кто-то следит за такой ценовой политикой, почаще заходите на наш сайт. Светлана Анатольевна, спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. Впереди будет много праздников, и поэтому билеты на все эти представления, программы концертные будут приятным сюрпризом. И 14 февраля отметим вместе с киноконцертным залом «Панорама». И остальные, и мужской праздник, и женский. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо еще раз, Ирина, за приглашение. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин